10 сентября День Анны и Савы с Кердниковой. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим. Видела Христа младенцем. Сава Крепецкий, Псковский, исцелил больную жену Ярослава Мудрого молитвами. Он всегда говорил о соблюдении телесной и нравственной чистоты, склонял людей к праведному образу жизни. Также почитают и преподобного отца Моисея Мурина. Мурин означает эфиоп, то есть чернокожий. Сегодня крестьяне начинали складывать снопы в кадушки и скирды, чтобы уберечь урожай от ненастия, так как приближалось время затяжных дождей. Именно это занятие и дало название этому дню. Кердник. К этому дню завершали озимый сев пшеницы. Сегодня молились Моисея Мурину об избавлении человека от пьянства и курева. Сегодня проводились осенние ярмарки. Одни продавали, а другие покупали фрукты, овощи, одежду, домашнюю утварь и многое другое. Заканчивали убирать коноплю. Тогда еще не было подсолнечника и конопля считала ценной масляничной культурой. Также заканчивали собирать урожай яблок. Свататься в этот день не стоит, поскольку может принести беду. Приметы. Сухой сентябрь, значит зимние дни наступят еще не скоро. Если гуси и журавли до этого дня еще не улетели в теплые края, зима будет поздней и теплой. Если в этот день падающие осиновые листья ложатся на землю вверх лицом к студеной зиме, к верху изнанкой, к мягкой снежной зиме. Еще чуть поменьше. Чуть поменьше. Так, и сейчас размешаю это все. Чтобы все хорошенько перемешалось. Да, да, соль и крышечка. Крышечка у нас есть. И пусть она кипит. Ну, кипит, я думаю, максимум 10 минут. Кстати, у кого слабость пищеварения, для того, чтобы оно лучше работало, добавляйте действительно соли, потому что соль, это соляная кислота в желудке, и будет лучше все это у нас переваривается. А мы с вами делаем дальше препарат, для того, чтобы у нас был кальций в норме, и кости, и ногти не ломались. Поэтому добавляем еще вот сюда, спорыша, да. Это чай, это... Травы. А, травы и специальные травы. Спорыш и полевой хвощ. Как они называются? Повыш и полевой хвощ. Две травы. Ага. По чайной ложечке. Все это лучше перемешали. Ага. Давайте. Сейчас еще перемешаем. Смотрите, у нас получился такой порошок. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. Мы все это смешиваем. Здесь кальций и кремний в таком сочетании, что они будут усваиваться лучше. В организме. Один будет способствовать усваиванию другому. Дополняем другому. Да, и ноготки наши перестанут крошиться. Теперь смотрите, мы с вами так это все перемешаем. Раз. И все или еще что-то? Нет. Воды, да? Воды, да? Воды, да? Воды, да? Воды, да? Воды, да? Испешите. Мы с вами добавим еще сюда сока лимона, чтобы оказываться лимонно-кислый кальций, который будет, он усваиваться лучше. Поэтому мы добавляем столовую ложечку лимонного сока. Вот как раз мы сделали, да. Это все способствует тому, что наш кальций начинает гаситься, начинается такая пенка. Слышите? Слышите? Зашипел. Да, прям пузыречки пошли. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот. Добавим еще немножечко лимонного сока. Столовую ложку. Да, столовую ложку. Еще немножко. Еще надо. Вот. Чтоб все это хорошенько у нас. Чтоб все оно променьшалось. Да-да-да. Вот. Естественно, есть такое, ну, будем говорить, не особо приятное. Приятное. А нам надо, чтобы было еще вкусно и полезно. Поэтому мы с вами еще добавим, чтоб это все вместе соединилось. Мед? Да. Мы добавим меда. Меда добавим примерно. Можем добавить чайную ложечку. Можем добавить столовую ложечку. Кто как. И хорошенько пятый. Немного, не мало. Действительно. Чтоб она вот хорошенько перемешалась. Вот. У нас получается смесь, которая будет питать наш организм биологически активным кальцием в таком сочетании с кремлем, что он будет прекрасно усваиваться и делать наши ткани гибкими, а не черствыми. И ничего у нас ломаться не будет. А сколько есть его? Да, по одной чайной ложечке. Если нашла, попробуй. Сейчас. Так. Так. Хорошо. Сейчас я вам дам ложечку. И вы попробуйте. Что у нас в конце концов получилось. Интересно. У меня заинтересовано. Возьмите одну треть. Одну треть. Много не надо будет. Одну треть ложки, да? Да. И просто наобраску ее рассосите. Ну-ка. Что у нас получается. Не так вкусные вот эти песчиночки есть, но это здорово. Как песок на зубах. Да, песок есть. Ну пускай это все рассасывается. Да, да, да. Это яйцо. Просто если его еще меньше переволоть, оно тогда не будет так. Но тем не менее оно проглотит. Быстро. Да. Быстро и удобно, да? Быстро и удобно, да? Быстро и удобно. И вот это вот приготовили. И будете употреблять. Угу. Кстати. Евгений, как? Вот по ложке, я понял, да? За раз? По одной чайной ложечке просто-напросто его рассосать во рту. Значит, лучше всего это все как можно меньше измельчить, чтобы оно вот такими крупными кими не было. Но тем не менее это нормально. Это как? За раз одну ложку. За раз одну вот такую ложку. На чайной ложку. Все, больше не надо. Этого вполне достаточно. И в день сколько ложек можно? Одну. Одну. Все. В любое время дня. Курс делаете примерно 10 дней. Этот препаратик по приниманию. Потом 20 дней перерывчик. И потом можете опять. Угу. Да. Кстати, знаете, вот ученые насчитали около 300 признаков нарушения работы организма в связи с нехваткой кальция. Да, да. Я тоже читал, да. И у многих вот не хватает. Даже у моих знакомых кальция. Я вот с кем общаюсь. Это нарушение роста и у детей. Кстати, у кормящих матерей, если они будут использовать вот эту как раз смесь, то знаете, что получается? Они не потеряют свои зубки, волосы. Потому что когда мать кормит молочком, кальций из ее организма уходит для того, чтобы формировался у ребеночка скелетик. И поэтому объединяется организм. Как только она вот это вот использует, я знаю на практике случаи. Значит, зубки, женщина родила 5-5 детей, выкормила их. И зубы целые, волосы нормальные. А то, как правило, после второго ребенка там уже и зубы надо менять и прочее. Геннадий Петрович, еще вопрос. Скажите, после того, как я эту ложечку съел, запивать не надо? Она тогда так и нормально усвоится. Вроде сначала хочется запить, но когда мы ее рассасываем, и там имеется сладенько, вроде бы она все так усвоится. Я думаю, что так она усвоится лучше, если не запивать, да? Конечно. Потому что так у нас своится в воде, а так... Угу. 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 Смотри, удобно, быстро и ложку в день. Угу. 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 Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить, бесплатно, мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Угу. Угу. Продолжение следует...